Если власть перейдет в красную черту, то этот рычаг включится. Это я обещаю. У нас конкретная политическая массовая акция протеста. Запреты, существующие в законодательстве, это первый повод для ростков коррупции. Едут все. Реально эти люди уедут. Добрый день, во-первых, конечно же. Я Денис Тихоненко. Я помощник депутата Анны Конопадской. И фактически основатель канала и чата «Протест Бай». Хорошо. А что такое «Протест Бай»? Каковы его цели и философии? Это будет новое общественное движение? Что из себя представляет? Сегодня «Протест Бай» — это просто телеграм-канал и чат, в котором собралось уже более 2600 человек. Начало свое он получил после того, когда стал известен текст проекта «Закон об отсрочках». И это вызвало большой резонанс в обществе. Естественно, мы пытались всеми силами показать власти, что этот закон неправильный. Он нарушает кодекс об образовании, он нарушает конституцию нашей страны. Но, тем не менее, депутаты парламента приняли этот закон. И движение переросло, стало фактически протестным движением за данным законом. Вот вы говорите, что основали это движение. То есть вы являетесь его единоличным лидером, либо оно является децентрализованным, или может быть там лидеров много, то есть структура движения. То есть вы лидер и всем руководите в ручном режиме, или там как-то по-другому все устроено? Нет, конечно, лидеров никаких нет. У нас все активисты, которые занимаются сейчас этим движением, они фактически все являются ее лидерами. Это децентрализированная организация, у нее горизонтальная структура. Организации, как в полноценном смысле юридически оформленная организация, ее назвать очень сложно. То есть это самоорганизованная группа граждан, которая просто против в данном случае этого закона. Ну а общая наша миссия, философия, когда у нас не остается законных методов борьбы с властью, которая не прислушивается к интересам граждан, властью, которая издает незаконные какие-то акты, нарушает конституцию. У граждан есть, безусловно, право бороться с этим в законном мирном протесте. Поэтому следующий вопрос, что каковы ближайшие и дальнейшие планы? Если кто-то не знает, то я основал региональный чат в протест Байорша, поэтому я читал о том, какие планы есть, но нам интересно послушать подробнее. Тем более время идет, планы меняются. Возможно, сейчас уже была же принята там какая-то поправка, власть там даже на какие-то уступки пошла. Изменила ли это как-то суть движения? Потому что многие боятся, подождите, извините еще секундочку, многие боятся, что все сольется. То есть народ, как истонияцами, скажет, о, нам пошли на уступки, все, давайте не будем протестовать, смиримся и нормально. Ну, как пойдет, зависит от каждого из нас. Я опять же повторюсь, у нас нет лидеров. Я делюсь каким-то своим опытом. Я организовал, допустим, просто формально, скажем так, чат, канал. Я его веду, я слежу за порядком в этом чате. Точно так же делают все остальные координаторы, которые работают в своих региональных чатах. То есть любое какое-то решение мы коллегиально обсудим обязательно перед тем, как его запускать в действие, скажем так. Любые идеи приветствуются, руководствуясь там своим опытом, пониманием политики белорусской, действий, реакции на действия властей. Но могу советовать, предлагать какие-то свои идеи, которые вот отражаются там в плане наших действий. В данном случае сейчас, пока мы не исчерпали все законные способы, противодействия власти в данном случае, мы будем и должны, я считаю, принять все возможные меры, которые на сегодняшний день существуют в законодательстве в белорусском, чтобы нас затем не обвинили в том, что мы какие-то анархисты, радикалы, действуем несогласованно с властью, нарушаем какие-то законы. То есть поэтому вот сейчас мы готовим мирный митинг, санкционированный в Минске. Для того, чтобы он был массовым, нам нужно как можно больше проинформировать людей об этом, то есть чтобы как можно больше людей узнало о том, что это за закон, почему мы против него, что мы не против армии, что мы против того, чтобы студенты не могли учиться, идти служить, срочную службу прервать свое обучение. Масса других причин. Вторым шагом является после информирования проведения одиночных пикетов, которые позволят нам показать, что мы не согласны с принятым законом, и что мы не будем останавливаться, и будем действовать дальше, объединять людей. И именно проведение одиночных пикетов, массовое именно одиночное пикетирование, должно показать всем гражданам, что протест может быть безопасным, законным, и ничего страшного в том, чтобы выйти на один большой митинге нет. А что будет делать, если власть выберет жесткий вариант с подавлением, как было в марте 2017 года, или, например, как в России в последнее время произошло? Что будут там избивать? Это маловероятно, но если Лукашенко скажет, например, что я несгибаемый в очередной раз, и надо показать этим всем хулиганам и мерзалцам, что они там взорвались сильно, что тогда делать? Вот будет митинг, и власть его, например, разгонит с автозаками, с дубинками, будет пострадавшая административная ареста и прочее. Что тогда? Ну, давайте мы будем говорить о том, что мы все-таки планируем разрешенную акцию, на которой власть не будет просто применять силу к протестующим, к мирно протестующим, потому что это просто абсурдно. И на законных каких-то разрешенных мероприятиях такого никогда не происходило. То есть мы исходим из того, что такого сценария просто не может быть в принципе. Если мы будем делать несанкционированную акцию, тогда, безусловно, будет жесткая реакция власти, будут какие-то разгоны, как в 2017 году, потому что в 2017 году во время протестов не было согласования этих мероприятий. Был один разрешенный, по-моему, сбор 25-го числа возле кинотеатра «Октябрь» или «Академии наук», и было шествие в сторону Бангалор, это была разрешенная вот эта вот акция. Все остальные, они были несанкционированы, и, соответственно, к ним была применена вот эта брутальная сила разгона милиции. Мы говорим о том, что наш митинг, он будет, как и одиночные пикеты, законодательно согласован со всеми необходимыми разрешениями. Мы их получим и будем его проводить. Другой сценарий, другой вопрос, если этого не будет, если власть запретит проводить этот митинг по надуманным причинам или еще каким-то. Но здесь уже мы будем действовать и обсуждать эту проблему вместе, как это будет выглядеть и какие дальнейшие шаги мы будем делать. Может, это будет брестский вариант, там, кормление голубей или еще что-то можно придумать. Может, это будет что-то еще другое. Но в любом случае подставлять людей, безусловно, мы не будем. Какой в этом смысл? Наши силы сегодня намного слабее, чем силы милиции, власти, КГБ, других каких-то органов. Сегодня мы не можем им противопоставить такую же хотя бы соразмерную силу. Поэтому выводить людей просто в мясорубку смысла нету никакого. Показать картинку Западу, что у нас тут все опять очень плохо, но мы же видим, что они все прекрасно это понимают за 25 лет. Того, что происходило в Беларуси, всем уже давно стало понятно на Западе. Смотрите, время протеста сейчас выпало пока на такой период, когда еще каникулы. То есть студенты пока не особо активны, все начнется осенью. И в то же самое время начнется и парламентская кампания, которая там с нарушениями и прочее, но она как бы начинается. И как вы рассматриваете парламентскую кампанию? Не видите ли вы ее в качестве платформы для продвижения, в том числе и студенческого протеста? Потому что были попытки, например, некоторых людей заявлять одиночные пикеты, им сказали, пожалуйста, 230 рублей только платите и делайте пикеты где хотите. А в случае, например, регистрации кандидатом, например, массово будут люди регистрироваться, регистрировать инициативные группы и использовать это в качестве того, чтобы раздавать тоже листовки, какие-то устраивать пикеты за движение протест-бай. То есть не планируете ли вы использовать кампанию для того, чтобы сделать более широкими свои идеи, то есть более их широко донести? В качестве кандидатов в депутаты, конечно же, я не буду никому рекомендовать участвовать в этой кампании для того, чтобы продвигать наши идеи. Собирать, допустим, те же подписи мы можем совершенно без парламентской кампании, просто выйти на улицу и собирать эти подписи, проводить одиночные пикеты мы тоже сегодня можем совершенно спокойно по уведомительному принципу где угодно. В постоянных, вернее, местах, а где угодно в незапрещенных местах. Как мы будем использовать парламентскую кампанию? Я считаю, что да, мы ее будем использовать. Как минимум, учитывая, что именно депутаты парламента издают законы, каким бы формальным этот орган ни был, но это единственный законодательный орган в стране. Поэтому, как минимум, обращение к тем кандидатам, которые будут выдвигаться на парламентскую кампанию, а это уже начнется в начале сентября, я думаю, мы сделаем к ним обращение о том, чтобы первым вопросом, который бы они решали, если станут депутатами, был бы отмена либо изменение закона об отсутствии. Как будет дальше? Безусловно, мы можем использовать, например, агитационную кампанию тех кандидатов, которые согласятся поддержать движение протест-байк, которые согласятся поддержать идею отмены либо изменения этого закона. И здесь, в данном случае, без всяких уведомлений, просто на пикетах кандидатов мы можем проводить вот эти информационные оффлайн-компании свои вместе с кандидатами, с поддержкой активистов в регионах, сколько там получится людей, у кого собрать и вывезти на улицу, мы можем на совершенно законных основаниях, используя парламентскую кампанию, вместе, объединившись вот под одним этим предложением от отмены либо изменения этого закона, законно совершенно пикетировать в местах, разрешенных во время избирательной кампании. Поскольку вы являетесь помощником Конопадской Анны, то тогда, может быть, скажете, что она по этому поводу думает, то есть как она там к движению относится, она каким-то образом помогает, как она в парламенте там не вносила ли какие-то предложения. А то многие говорят, наши депутаты ничего не делают, там ни Анисим, ни Конопадская, они там просто сидят устрицей, только лопают и все. А зачем нам вообще парламент кого-то голосовать? Пускай там Лукашенко, Кайдукевича, какого-нибудь туда отправят, да и все. Как там реагируют наши оппозиционные депутаты? Анна Конопадская этот вопрос как бы первая и подняла, как только проект попал в палату представителей. Закон принимался в двух чтениях, и Анна Конопадская была единственным депутатом, которая вносила те предложения, о которых мы сегодня говорим. И практически те же самые требования, которые сегодня предъявляем мы, она об этом говорила с трибуны. Во время двух обсуждений, во время двух чтений. И результатом этого стало то, что это не впервые, но один из таких ярких и, наверное, немногочисленных, может быть, даже по такому количеству депутатов и единственный законопроект, когда мнения разошлись, не было единогласного «за», было девять депутатов против, шесть, насколько я помню, воздержалось. То есть около 15 человек, то есть более 10% парламента фактически проголосовало против, с учетом воздержавшихся, практически проголосовало против этого закона. Это результат альтернативного мнения, которое Анна Конопадская в парламенте непосредственно во время обсуждения этого закона единственная предлагала его изменить, отменить, внести какие-то правки. Часть из них была, ну, одна правка была принята, другие все были отклонены. Но когда мы сегодня выдвигаем требования, основное наше требование, конечно, это отмена, но мы можем пойти на компромисс, мы можем разговаривать о том, чтобы этот закон был изменен, но разговаривать с теми, кто является, во-первых, субъектом законодательной инициативы, это я на меккарный угол и стол, который организовал сегодня Якубович, я не знаю, прошел или нет, общественный совет при МВД. То есть этот орган вообще никаким образом не влияет на то, чтобы какой-то закон был принят или изменен. То есть это непонятно вообще было мероприятие, на которое пытались пригласить руководителей или лидеров нашего движения, как это было представлено. Но тем не менее, мы готовы конструктивно обсуждать изменения в закон об отсрочках. В первую очередь, имею в виду принцип, который заложен в кодексе об образовании. В 12-й статье этого кодекса, где описывается основное образование, которое получают граждане Беларуси, там указан именно два принципа основных образований основного в Беларуси. Это его единство и непрерывность. Вот как раз-таки закон об отсрочках прямо и очень грубо нарушает именно 12-ю статью кодекса об образовании. Для меня было возмутительно, что министерство образования и министр образования Карпенко не высказали ни одного замечания при согласовании этого проекта. Потому что прямое нарушение 12-й статьи кодекса явно присутствует. Студенты теряют право на непрерывное образование, на единство получения основного образования, прерывая его службы в армии. Это было в советское время. В Советском Союзе хватило мозгов тогда этот закон отменить. Мы сейчас идем повторяем те же ошибки советского прошлого. И вот как раз-таки момент вот этого нарушения мы считаем важным преодолеть, если будем говорить об изменениях, закон об отсрочках. То есть я, мое мнение, готов его принять, этот закон, чтобы он был. Ничего страшного в нем, по большому счету, нет. Но сохранить непрерывность единства образования, основного образования для молодых парней, для... Вот закончил человек в школу, поступил в СУЗ или там в колледж, закончил колледж, поступил в ВУЗ, закончил бакалавриат, поступил в магистратуру, закончил магистратуру, пошел дальше там в аспирантуру, докторантуру. Вот этот процесс, если молодой человек готов, у него есть какие-то желания именно к получению образования до самого конца, либо у него есть какой-то талант, действительно одаренный человек. Его нельзя, вот эти его способности прервать службы в армии, в белорусской, тем более армии, которой престиж очень низкий. За период полутора лет службы этот человек забудет все, что он учил до этого. Но так поступать нельзя. Вот в этом именно кроется большая угроза национальной безопасности, чем нехватка призывников в белорусской армии. Прерывая там образование, отчисляясь, зачисляясь, снова и так растягивая до 27 лет. Безусловно, это плохое явление, с ним нужно бороться. Но если человек хочет учиться, то ни в коем случае нельзя прерывать его обучение службой в армии. Он должен учиться, и он принесет намного больше пользы. Получив образование, хорошее образование, реализовав своих талант уже на практике затем, чем он отслужит в армии, отобьется у него, он забудет все, чего мы ему научили раньше, и вряд ли он вернется в систему обучения дальше. Я это могу сказать по себе, потому что первый мой вуз, которым я обучался, это сегодняшний ГУИР, раньше это назывался, Минский радиотехнический институт. У меня как раз таки было прервано мое образование службы в армии. И после армии, вернувшись, я восстановился, но я уже не смог, уже немножко больше времени убежало, у меня уже немножко ценности поменялись. Я отучился полгода и написал заявление, отчислился по собственному желанию. Я уже не видел смысла в этом обучении. И уже после, через несколько лет, я уже повторно поступал уже в другой вуз и полностью его закончил, получил диплом. Но тем не менее, я на своем опыте могу сказать, что прерывая обучение службой в армии, желание его потом продолжить и закончить, практически уже никакого нет. Это раз. Второе, за это время очень много в нашем мире быстро, стремительно развивающемся может измениться. И та специальность, которую человек, молодой человек, который еще не совсем понимает, может быть, кем он хочет стать, она уже может потерять либо актуальность в принципе, либо актуальность для него самого. Вот как бы на эти моменты обращала внимание и Анна Конопатская, и я сегодня заостряю на этом внимание, говоря о том, что на компромисс по изменению закона мы можем пойти именно в вопросе сохранения единства и непрерывности основного образования, предусмотренного Кодексом об образовании. Ну и немаловажное, конечно, из вот именно этого нарушения, именно 12 статьи Кодекса об образовании, следует нарушение фактической Конституции, которая гарантирует доступность получения образования в Республике Беларусь. Но как мы можем говорить о доступности этого образования, если человеку нужно все бросить и пойти в армию, это образование для него становится недоступным, он не может учиться в армии ни в какой форме там обучения, он формально может там на заочном находиться, ездить на сессию, но это для белорусской армии, для любой армии постсоветских стран маловероятный такой развитий, сюжет развития событий, чтобы человек в армии продолжал обучение. Анна Конопадская обращала внимание в парламенте еще на массу более тонких мелочей юридических, в том числе дискриминация, ну, допустим, человек, который не служил в армии, не может работать государственным служащим на определенных должностях. То есть уже дискриминация идет по профессиональному признаку, по выбору профессии. То есть, опять же, вот вопросы включения списка невыездных по решению военкома, а не решению суда. То есть вот там еще масса всяких крючков, которые в целом дают очень негативную картину этому законопроекту и на основании вот этого всего объема информации после всего анализа не только законопроекта, но и возможных последствий, к чему это может привести. И мы это отразили в одном нашем сообщении, которое вот сегодня мы распространяем везде по сети. там просто конкретно везде написали о том, к чему негативному ведет вот этот проект. Ну да, собственно, почему я этот вопрос поднял, потому что раздавая листовки, я с одним человеком знакомым поговорил, он говорит, ну что ты бесишься, ну как бы уже нам это не грозит, но все равно говорит, вот слушай, что изменилось, вот говорит, я в 2012 году тоже, когда учился, была такая же фигня, почта повестку зажала, не пришла она вовремя, говорит, мне участковый звонит, давай там приезжай, то есть чуть ли не там решили дело возбуждать, что ты там не являешься на призывной участок, говорит, я посмотрел, у меня уже въезд за границу закрыт, говорит, так что все, все говорит то же самое, что изменилось, почему вы именно сейчас протестуете, а вот тогда не протестовали, он как бы не видит ничего нового, говорит, магистратуру там мне дают поступать, говорит, ну слушай, а сколько магистров у нас, у нас, говорит, не все же магистры там становятся, это небольшой грамм людей, не такое большое количество, типа, в чем суть, я ему объяснил, что в первую очередь как бы солидарность, то есть я сделал наклон на то, что в первую очередь это движение касается не только студентов, а вообще мобилизовать общество, постараться противостоять вот таким незаконным действиям государства, потому что сегодня одних, завтра других, уже был закон о тунеядстве, там предприниматели прижимали, кого еще завтра прижмут, давайте сидеть, молчать. Ну, в чем как бы отличие, да, раньше по старому закону, действительно, если человек прекращал обучение, он шел в армию, если он не исполнялся на 27 лет, он шел служить, в этом ничего плохого нету, то есть, ну, такой порядок, срочная служба, это не только характерно для нашей страны, это для многих стран есть такая система, она со своими нюансами, но общий принцип одинаковый, но мы сегодня имеем качественно другую ситуацию, то есть, допустим, человек после школы ушел после 9 класса в колледж, например, отучился, он уже получил отсрочку, он отучился и хочет продолжать обучение, и уже этой возможности у него нету, даже если он поступит, простое, простое логическое вот размышление приведет вас к выводу, что, ну, это дико, потому что человек, вот он хочет учиться дальше, но он почему-то должен прекратить свое обучение и пойти служить в армию, да, это долг, это прописано там в Конституции, священный долг защищать свою родину, страну, если Министерство обороны так заботится о том, чтобы действительно родина защищалась, то в первую очередь оно должно подумать, что сделать для того, чтобы увеличить престиж армии, чтобы у людей молодых возникло желание, самостоятельное желание служить в армии белорусской, а не вот такими законами еще больше, это желание отбивать, еще больше делать из армии какого-то монстра, которого сегодня реально все боят, очень много людей среднего возраста, мне самому 44 года, масса людей за 30, это те люди, которых прямо этот закон не касается, не касается их водственников, но действительно они возмущены тем, они возмущены несправедливости, потому что эта несправедливость из этого закона в каждой его формулировке прямо выпирает, и когда мы чувствуем эту несправедливость, безусловно, мы протестуем, это нормальное, естественное, человеческое чувство, и если нам государство начинает в этом еще и препятствовать, и делать нас непонятными, страшными, радикалами, какими-то людьми, которые что-то там не так понимают, то возникает вопрос, а верно ли вообще в принципе существует такое государство, поэтому да, чувство солидарности, это очень важно, оно нас объединило сегодня, кто, кто представляет нам сегодня угрозу? НАТОвские пиндосы, если верить пропаганде, Польша, там Литва, они хотят нас захватить, наверное, ну послушать Лукашенко, то да, это опять же результат политики государственной, вот создать образ врага, то есть вместо того, чтобы развиваться, и допустим, как Швейцария, та же, как построена армия, как построен нейтралитет швейцарский, белорусская конституция тоже написана, что мы идем, мы поставили свою цель у нейтралитет, но мы почему-то собираемся все время с кем-то воевать, может у нас настало время реформировать тогда армию, если уже такие серьезные угрозы национальной безопасности существуют, так давайте мы сделаем контрактную армию, не пожалеем на это денег, профессиональную, с там рейнджерами, как в Америке, да, это профессиональная армия, чтобы у нас все боялись, действительно, потому что пока это все какой-то мыльный пузырь, надуваемый генералом, который сидит и мыслит как прапорщик, потому что боится за свое место, потому что на совещании Совета безопасности Лукашенко сказал, не дай бог, что-нибудь будет не так, и вот отсюда появляются такие абсурднейшие решения, и конечно любой разумный человек понимает, что это не так должно быть, и это не так должно работать, а в том виде, в котором оно существует, это несет еще больше угрозы национальной безопасности, это несправедливо, это лишает молодежи получения нормального образования, хотя бы такого уровня, который есть сегодня в Беларуси, но даже его уже лишают молодежь получить, и что мы в конце концов увидим, уже сегодня бомбардируют вузы, выдать там справки, кто кого куда зачислил, чтобы там получить какими-то правдами-неправдами эту отсрочку, уже бомбардируют там визовые центры, уже узнают, как получить этот паспорт на постоянное проживание за границей, да уедут все, реально эти люди уедут, но никто не будет терпеть этот беспредел. Отток умнейшей молодежи, плюс еще хороший повод для коррупции, давайте там немного это, и в армию вы не пойдете. Любой запрет, любой запрет, это не новость, и не белорусская ноу-хау, запреты, существующие в законодательстве, это первый повод для ростков коррупции. Если где-то что-то запрещается, значит, что это явление есть, и с ним пытаются бороться с запретами, но бороться надо не со следствием запрещая что-то, а с причиной возникновения этой проблемы. И вот когда мы найдем эту причину, и будем ее искоренять, тогда не будет ни запрета, ни коррупции, и будет так принят закон, как это должно быть в интересах и государства, и людей. Тогда последний вопрос, что как оцениваете перспективы на успех вообще движения? То есть, насколько шансы добиться целей высоки? Шансы добиться хороших результатов прямо пропорциональны нашему участию, потому что формально мы можем найти себе протестному движению, движению, вернее, протест байк, мы можем найти своего альтернативного батьку. Да, вот я часто читаю отсуждение происходящее, и вот там все хотят, там, а вот давай, что нам надо сделать, что мы должны сделать? То есть все ждут вот какого-то человека, на которого можно было бы переложить ответственность, послушать его и пойти за ним. Здесь есть рациональное зерно, но сегодня это уже как бы вчерашний день, это вчерашние методы, которые Беларусь не выведут из того состояния, в котором находится и страна, и все мы. Сегодня каждый из нас лидер, и пока мы это не поймем, ситуация не поменяется, поэтому перспективы движения нашего не в том, что я буду там говорить, давайте будем вот это делать или вот это делать, или не в том, что там вы это можете сказать, или кто-то еще. У нас уже много активных людей, которые предлагают какие-то свои идеи, мы их там обсуждаем и что-то дальше вместе предпринимаем. Вот чем больше таких будет людей, тем больше мы сможем достичь. Я предлагаю, например, там начал с того, что создал просто эти чаты, подумал, как это можно организовать. Мы организовались, мы создали сеть региональных чатов. Это была инициатива, кстати говоря, самих активистов, самих участников движения. У меня этого не было в планах. Я не диктатор, я не лидер, я не директор протеста. Это решили сами участники. Давайте сделаем региональные чаты. Мы объединяемся вокруг цели какой-то, не вокруг человека. Это важно тоже, чтобы мы были лидеры, показывали кого-то. Я поэтому именно не скрываю свое имя, чтобы хотя бы хоть кто-то видел живого человека, кто-то может бояться проблем на работе, на учебе, еще что-то. Поэтому я всем рекомендовал с первого дня заходить в анонимных, под анонимными аккаунтами, ни в Телеграме, ни в каких-то других там мессенджерах, именно в Телеге, где никто не может понять, определить, кто из кто. Хэштег тот же самый, и все бы важнее. Мы его придумали там, я не помню, на второй день работы основного канала и чата. Возникла эта идея писать какие-то сообщения. Мы буквально за несколько часов придумали этот хэштег. Тоже там было несколько вариантов. Мы быстро раз-раз-раз брейнсторминг там собрали предложение, вот такой-такой-такой, там их было штук пять, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну давайте, вот, надо, чтобы нас стало больше. Начали там работать, кто-то написал там Пальчусу, кто-то написал Мэксти, кто-то еще кому-то. Где-то в СМИ какие-то там сообщения, кто-то, я же не знаю даже кто, что это делает. Каждый делает то, что считает нужным. Я об этом и пишу постоянно. Не спрашивайте, делайте. Те же листовки в оффлайне, тоже не было это в планах. То есть, я видел большую перспективу в онлайн распространении. И мы видим сейчас по результатам опроса, что действительно, там, Телеграм 50-м чем-то процентов, 20% в соцсети, 11% в сарафанное радио, там, друг другу кто-то что-то сказал. Это вот там, получается, больше 80% узнала о нас фактически сеть. Но тут надо сделать, Денис, одно важное замечание. Определенная часть людей, она не сидит в Телеграме, в соцсетях, то есть, их никак, кроме листовками, ты не вытянешь вообще. Их мало, но они есть. Когда начинали работу над информированием, мы определяли целевую аудиторию нашу. И мы выяснили, что наша целевая аудитория, которая затрагивает непосредственно этот закон об отсрочках, это старшеклассники, студенты СУЗов колледжей и студенты, в принципе, наверное, все, студенты всех курсов бакалавриата. Потому что в конце концов, через какой-то промежуток времени, эти все молодые люди столкнутся с этой проблемой. Они все, как правило, в интернете. И поэтому мы получили такие результаты в вопросе Телеграм, соцсети, сарафанное радио. Да, нам нужно охватить как можно больше людей. Появилась идея эти листовки, которые, опять же, макеты сами разработали все. Окей. То есть я не против. Я просто не видел в этом большого смысла, поэтому не предлагал. Предложили другие люди. Хорошо. Это же горизонтальная система. Это же децентрализация. Естественно, как вы правильно говорите, про нас узнает намного больше людей. раз. Второе. Мы делаем медийный контент. Мы видим, что по всей стране, начиная там с Гродно до Гомеля, с Витебска до Бреста, начинают люди выходить на улицу и в разрешенных местах, незапрещенный текст, все в соответствии с законом, вешают эти листовки. Мы видим, как сегодня реагирует власть. Что она сделала? Подключила БРСМ, чистый там столб или что там у них за акция, чистый там, не знаю, еще что-то. Вот они ходят с ёршиками этими туалетными и чистят эти столбы там железнодорожные. Но им это делать приказали, а мы это делаем сами по зову нашего сердца. И самое главное, я постоянно буду на это обращать внимание, не забывайте о безопасности. Потому что, когда мы выходим на улицу, нашего вот этого домика, интернет, защиты нашей больше не существует. И ситуация в Гродно это очень ярко показала. Неважно, была это провокация или что-то еще, это сигнал. Надо быть осторожнее. Поэтому вышли, знаете, где можно, знаете, где нельзя. Делайте так, как считаете нужно. Но помните о безопасности и не попадайте. Просто, собственно, почему я поднял эту тему по поводу перспектив и прочего, что некоторые люди реально опасаются повторения событий 2011 года, молчаливых акций. Что все произойдет как-то так и потом закончится таким каким-то сливом. То есть нет единого центра, тоже вроде как децентрализованный протест, а в итоге всех повязали и разогнали. 2011 год, по-моему, если я не ошибаюсь, началось все очень спонтанно и очень быстро. Это был пик кризиса, это была очень большая девальвация, по-моему, там в три, если не больше, раз. Валютный кризис там с ценами, взрыв в метро, все, цены на бензин на 30% выросли. Все, и это достаточно было просто чиркнуть спичкой и все это загорелось. Конечно, надо учесть эти ошибки, того, что было. Люди вышли, начали потом, насколько я помню, брутально всех хватать и давить протест страхом. вот нам нужно этого избежать. Почему я их говорю, что давайте сейчас вот эти будем заявлять одиночные пикеты. Мы видим, вот те ребята, которые это сделали, ничего же не случилось. Их ниоткуда не выгнали, их никто не угрожает, не звонит по телефону, ничего. Испугались кто? Испугались идеологи. В первую очередь, испугались районные администрации, потому что они не знают, как реагировать на это без приказа сверху. Приказа сверху нету, никто еще не знает, что с кем делать, потому что мы делаем все по закону, так написано в законе. Это фактически, скажем так, итальянская забастовка, когда все делают так, как написано в законе. Мы не отходим от этого ни на шаг. Почему? Как только мы выйдем за черту законности, я вам сразу, ну вот сто процентов говорю, сразу прилетит 4 ОМОНовца 2 в штатском и устроит что-нибудь вот какой-то вырхал, чтобы всех напугать, чтобы запугать того человека, запугать всех остальных, написать про это везде, пропаганда включит свой рупор, они покажут это, это же все мы проходили, она покажет это по всем каналам, и все испугаются, и ВС-протест уйдет на нет, не я его солью, не вы, и кто-то еще. Мы его сольем сами, если выйдем за эти рамки, пока мы не использовали все возможности, которые предусмотрены нашим действующим законодательством, у нас связаны руки, наши руки будут развязаны, когда все законные способы мы исчерпаем, и помимо прочего, вот возвращаясь к вопросу, а что дальше, у нас есть инструменты подключить к этому процессу, уже как бы эта ситуация мониторится, но есть возможность подключить к этому процессу международное сообщество. Сейчас, когда власть делает все, это так называемая у нас очередная оттепель, для того, чтобы наладить отношения в первую очередь с Евросоюзом, а уже вчера или сегодня Лукашенко, прощаясь с Феоной Дип, это посол Великобритании, он неоднозначный такой месседж сделал о том, чтобы она помогла наладить отношения с Соединенными Штатами Америки, не полностью в этой теме, делать все для того, чтобы наладить отношения с Западом. И у нас есть этот рычаг. Если власть перейдет красную черту, то этот рычаг включится. Это я обещаю. И самой власти в первую очередь будет невыгодно идти на вот такие брутальные шаги, которые были в 2011 году, в 2017 году, потому что это было спонтанно, и это никто не предусматривал в то время. Сегодня этот рычаг есть. Мы четко понимаем, что сделано власти, мы не просто кричим долой, у нас есть четкие предложения, объяснения, почему мы считаем это плохим. И мы предлагаем конструктивно, что нужно сделать для того, чтобы этого плохого не было. И поэтому очень важно не выходить за эти рамки сейчас, пока мы их не использовали. почему я говорю, что нужно больше одиночных пикетов. Надо один, два, три, их могут формально не согласовать. Ну, скажут там на Баяне конкурс баянистов будет в парке проходить, или там, я не знаю, в каком-нибудь сквере будет там конкурс детского рисунка. То есть формально это может произойти, когда наших пикетов будет мало. Но когда эти цифры не просто же так с потолка я взял для минус по 50, для областей по 10, районные центры сколько кто сможет. Потому что понятно, что там очень местечковость закручена, там все друг друга очень хорошо знают, и власть, и милиция, и там, и судебные органы, там сложнее все эти вещи проводить. Потому что вот это количество, если власть не согласует такое количество пикетов, это будет уже ясно и явно видно, что это политический заказ, политическое решение, что не может такого быть просто по теории вероятности, хотя бы там 1-2 с такого количества должно быть разрешено, не может этого произойти. Плюс одиночный пикет, 15 минут, диапазон, примерно, я всем рекомендую, 15 минут, 30, полчаса. Почему? Потому что опять же, заявите вы на 8 часов, ну скажут там с 5 часов будет там совет ветеранов что-то проводить, а 15 минут, ну попробуй ты скажи, что нельзя. Ну окей, нельзя, давайте там, когда ветераны закончат, вот в эти 15 минут я одиночный пикет проведу. То есть здесь это очень такая хорошая хитрость, которая есть в законе, вот они придумали этот закон о массовых мероприятиях, эти постановления там по оплате, там все это такое. Но это было рассчитано на что? На массовые акции оппозиции, чтобы не дать им ударить рублем, там 3000 долларов платить, чтобы митинг провести, там мы вам еще сто раз не согласуем площадку, потому что вас там очень много. А здесь одиночный пикет, один человек выходит, один. Это этот абсурд, если это до этого дойдет. А вот мы видим, что власть как бы с теми, с кем связалась по поводу заявительных пикетов одиночных, да боже мой, эти 76,5 рублей заплатить милиции, мы соберем за два часа. Это не проблема. Если нам встанет такой вопрос, если власть скажет платить за одиночные пикеты, так нам не только из Беларуси, к нам придут деньги со всего мира на это, чтобы показать просто маразм. И вот это именно тот, тот, та хелесова кита, которую вот мы должны использовать. Это нам предоставлено даже техническими рамками белорусского законодательства, и нам нужно это использовать. Не бежать сломя голову. Почему? Мы можем завтра взять и собраться там сказать, а давайте там ну не голубей покормим, кто там у нас в свислочи утки плавает, давайте там соберемся возле дворца спорта, пойдем уток кормить. Всему свое время. У нас сейчас есть возможность намного более эффективная показать вот эту всю дикость. А если вы боитесь подать заявку на одиночный пикет, разумизироваться, да, то есть там дать какие-то данные там власти своей персональной, но если вы придете там кормить тех же уток, да вас там всех буквально за две секунды узнают. Там люди все время с камерой стоят, все снимут. Ну конечно. Если вы боитесь, почему я говорю, что мы не будем делать какую-то массовую большую акцию, пока мы не пройдем вот этот этап. Мы будем какой-нибудь другой формат продумывать этого, проведя, но она будет в любом случае, но с форматом тогда мы будем меняться. Вот тоже спрашивают люди там, а когда, 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 во-первых, мы не можем говорить когда, да, то есть по закону мы не можем говорить о своей акции до того времени, пока там она не будет согласована. Иначе тут уже запретят, и опять все вне закона. Во-вторых, если мы не можем подать нормальное количество заявок на тянущие пикеты, кто придет на этот митинг? Десять человек? Мы сами себя же и подставим, что мы вот тут готовили, подняли такой шум, там собрали людей, тысячи человек, там в чатах, там стримы, там материалы, все там распространяем, все, наступает время, че, ну просто, я знаю, как это работает, я во многих вот таких заварухах в европейских многих странах участвовал, я знаю, как это организуется, ребята, нас пока очень мало, придут зеваки, ну там их сто человек придет, ну нужно, чтобы был железный актив человек пятьдесят, не меньше, вот каждый из этих пятидесяти приведет десять, к ним потянется еще там под сотню, каждый просто поглазеть, и вот тогда нас придет несколько тысяч у нас конкретная политическая массовая акция протеста, которых не было, мы не берем сейчас президентские протесты после президентских выборов, да, там естественно тоже совсем иная качественная ситуация, давайте вспомним, где у нас кто-то когда-то в последний раз организовывал протестную массовую акцию, не связанную ни с праздниками, ни с 25 марта, ни с президентскими выборами, ну вот кто, ни с чернобыльским шляхом, вот когда такая последняя акция кем-либо планировалась, я уверен, никто не вспомнит, вот я знаю, это было, ну, достаточно давно, но из молодежи точно никто не вспомнит, вот когда кто-то что-то организовывал, нормально, по закону, и эти мероприятия нужно очень хорошо готовить, на волне там выборов президентских, праздника 25 марта чернобыльского шляха выйдет много людей, просто, ну, это уже, эти даты, это уже символ, уже на них люди идут, просто так, выразить свое недовольство, если это там президентские выборы, выразить там свою поддержку, если там чернобыльский шлях, выразить, просто отпраздновать день независимости, прийти как на праздник, если это 25 марта, но когда мы собирались по поводу вот таких вещей, организовывали какие-то протестные мероприятия, не связанные с какими-то датами, там с 90-х времен этого не было, и это серьезная акция, к которой нужно очень серьезно подготовиться, пока мы эту работу проваливаем, то есть в тех же европейских странах, понятно, там другой уровень демократии, всего остального, все происходит намного быстрее, поэтому мы должны вот, не обязательно следовать тому, вот что я говорю, там давайте вот обзначенные пикеты, еще что-то, я говорю о том, что давайте вместе думать, предлагайте, что мы еще можем сделать интересное. Контент, вот он очень важен, медийный в первую очередь контент, он привлекает людей, на него реагирует власть, это нам дает какой-то вот фидбэк, мы видим результат своей работы. Сейчас же ничего негативного про нас не говорят, кто-то сомневается, кто-то присматривает, кто-то активно что-то делает, и вот это очень важно. За нами правда, мы чувствуем нашу силу, и вот это единство нужно развивать. Хорошо, Денис, спасибо большое, на этой позитивной ноте мы закончим. Если у вас возникнут еще какие-нибудь вопросы, обязательно пишите их внизу в комментариях под видео, не забывайте подписываться на канал, ссылка на сайт протестбай и на все чаты будет также в описании. Всем спасибо.